Классно, что в рекрутменте есть Блиновская. Люди посмотрели и такие, а, ну, это ж всё так легко. Самая главная сложность в том, что ты вообще не знаешь, сколько ты заработаешь. С Элон пообщались хорошо, потом пришёл рекрутер, что-то не получилось, всё провалилось с самого начала. Человеку просто не хочется тратить время в холостую. У нас есть цель, у нас есть проект, надо реализовать, не нравится, сидим, обсуждаем. Всем привет, и вы слушаете подкаст «Код рекрутера». В студии Зелена Сибулина, основатель техрекрутер, кадровое IT-агентство и Академия IT-рекрутинга. И автор этого подкаста. В этом сезоне мы говорим про развитие, про саморазвитие, про важные скиллы. И я уверена, что у каждого из наших гостей, у каждого из наших слушателей есть своя сильная сторона. Давайте, собственно, познакомимся с ними через наших гостей и спросим у них, какая сильная сторона позволила им оказаться там, где они сейчас, что они делают для этого каждый день и что позволяет идти дальше. И сегодня у нас в гостях Егор Яценко, основатель Sourcing School, режиссёр и экс-фаундер кадрового агентства Wanted Profi и чарджер-тех стартапа Arena Tech. Погнали! Как играть две карьерные роли про рекрутмент, про режиссуру и как это совмещать? Вот такое название можно дать, кажется, сегодняшнему подкасту. Егор, привет! Привет, Зелена! Очень здорово тебя слышать, видеть и большое спасибо, что ты у нас сегодня в гостях. Действительно, сегодня, я думаю, будет интересный я выпуск, потому что попробуем совместить эти две роли и узнать, как же ты сам их совмещаешь. Спасибо тебе, что позвала. Я всё ждал, когда... Когда же случится? Идут подкасты, думаю, а когда меня? Да нет, ну... Тебя мы оставили на сладенькое. Хорошо. Нет, на самом деле, правда, очень рад. Ты знаешь, я всегда рад с тобой как-то пообщаться. Пускай мы сейчас под камеру, под запись, но всё равно, я думаю, что будет приятно, интересно. Потому что с тобой всегда приятно и интересно, вот. Спасибо, спасибо. Это очень приятно. Ты про себя довольно часто пишешь, там, обучая сорсингу, снимая кино, и не знаю, как это сочетается. Давай как раз сегодня, я думаю, про это поговорим, про рекрутинг, про режиссуру, как это совмещать. И начнём, наверное, с того, как вообще ты попал в IT-рекрутмент. Насколько я, по крайней мере, помню, ты долгое время работала аниматором, и потом открыл своё кадровое агентство, то самое в «Антедпрофе». Расскажи, как ты попал в IT-рекрутмент. Как это часто бывает в IT-рекрутменте, попал я в него случайно. Начну издалека. Давай. Ну, в общем, на самом деле, история такая, что учился я на юридическом, мне было неинтересно, и со второго курса я знал, что юристом я не буду. На пятом курсе я пошёл поступать в театральный, дошёл до последнего этапа в ГИТИСе и вылетел оттуда. Это меня сильно подкосило, я сильно расстроился. А со второго курса же я работал детским аниматором, а потом ещё долго работал, почти 10 лет. Вот я выхожу, универ, такой весь я, с МГУшным образованием, и на протяжении года ещё после универа я работаю аниматором. Мягко говоря, не по профессии, как-то, знаете ли, не по статусу, ничего подобного. Вот МГУшник идёт, работает год аниматором, очень прекрасно. Вот. И, ну, потом где-то через год, когда я всё подуспокоился, не то, чтобы я страдал этот год, но, тем не менее, я подумал, что нужно искать какую-то более уже серьёзную работу. Вот я взрослый мальчик. Почему юридически? Ну, то есть у тебя, наверное, была мечта в детстве, то есть почему-то ты хотел поступить на театральное, готовился, проходил эти этапы. Почему вдруг юридический? Когда я поступал, мне было 16 лет. И мне кажется, что в 16 лет есть люди, которые с 16, там, с 12 лет знают, кем они станут, когда вырастут. И я там только к 30 годам, да, как-то более-менее признался себе в этом. Очень завидую тем, кто в 16 это понимает. Мне кажется, вообще это проблема нашей системы образования, что тебе в довольно раннем возрасте приходится принимать решения, поэтому вот все эти деньги потраченные, бюджетные или не бюджетные, неважно, они часто просто сливаются в трубу. Мне хотелось в какие-то вот такие творческие истории, но родители сказали, что вот всё-таки надо сначала нормальную профессию получить, потом делай, что хочешь, но пусть у тебя будет вот какой-то запас прочности. Знаю я про эти разговоры родителей очень-очень частые. Вот ты сначала нормальную профессию получишь, потом, да, вырастешь, поймёшь. Не знаю, выросли ли мы, поняли ли мы что-то. Безусловно, я там благодарен своему опыту, но я понял, что, да, надо слушать себя. Я не виню своих родителей в этом. У меня есть другие причины, чтобы винить их. Вот, но не самое страшное, правда, хороший опыт. Мне важно было уехать из Краснодара в Москву, поэтому, да. Ну, а дальше, вот через год после моего вот такого, ну, назовём это бездельем, но такого творческого фриланса. Ну, безделья, простите, аниматорство такое, можно сказать, ты хотел поступать в театральное, да, и хотел быть... В театральный институт актёром. Актёром, да. Ну, то есть аниматорство своего рода такое латэцное актёрство, можно так это сказать? Ну, да, это такое... Ну, конечно, там много чего есть от актёрства, от актёрского мастерства. Ну, конечно же, это не актёрство в том плане, что там ты так не погружаешься в роль, ты там не изучаешь никакой материал. Ну, там совсем другая задача, да, у тебя стоит. Вот, ну, да, безусловно. Вообще аниматорский опыт прекрасный, он помогает во многих ситуациях, потому что у меня не было больше страха публичных выступлений, у меня не было, не знаю, страха какой-то там оказии или того, что что-то произойдёт, и я вот не смогу симпровизировать. Ну, смогу симпровизировать, если нет, то что-нибудь там тоже наговорю. В общем, в работе аниматора тебе постоянно приходится импровизировать, поэтому это прекрасный опыт. Тем более, что у нас были новогодние сказки, ёлки, всё как полагается, играли, всё было. Но всё же из аниматорства в рекрутмент – это такие две совершенно разные, мне кажется, профессии. Как? Да. Ну, на самом деле всё очень просто. Через год я такой подумал, что нужно идти и, наконец-то, получать нормальную профессию. Вот. Поработал немножко в благотворительном фонде, там какое-то первое место, куда меня взяли. Ещё через время пошёл искать новые направления. Есть несколько смешных моментов. Меня без опыта никто никуда не хотел брать, и у меня, по факту, были две компании, которые со мной как-то продолжали общение, и они обе связаны с HR. А когда я поступал в МГУ, я изначально подавал документы на управление персоналом, потом их перевёл на юридический. Я могу говорить, что на самом деле я хотел быть HR с самого, вообще-то, детства. Меня вот так вот судьба вела в эту сторону. Если бы я верил в это. Вот. И по факту просто были две компании, которые со мной общались. Это было кадровое агентство, которое Джинов набирало и готово было обучать. И это был Change Challenge. Не знаю, знаешь таких ребят. Там им нужен был, по-моему, event manager. И там было первое интервью. Как называется то, что делает Change Challenge? Вот эти, господи, не Challenge, но вот собеседование, когда в формате они тебе дают кейс, тебе там нужно объединиться с командами, отыграть его. Забыл, как это называется? Я вот, честно говоря, никогда не проходила, слышала. Ну, не знаю, как называется. Но, в общем, мы поняли, что это своего рода такие ивенты, которые готовят начинающих проходить и дальше по карьере развиваться. Там у них, по факту, они так проводят интервью. И вот я пришел, нам дали кейс, мы там рандомно объединились в команды, я провалил, и у меня остался один вариант, это кадровое агентство. И вот так вот я пришел в HR. Игровое собеседование? Ну, типа того, да. Меня как вот, я не знаю, ругаемся мы или нет, но во всем известно, что в проруби меня болтало, и вот прибило к рекрутменту. Ну, собственно, прибило ты тебя очень здорово, что у тебя сейчас своя сорсинг-школа. Что вообще тебе нравится в преподавании? Потому что из аниматорства в рекрутмент, в кадровое агентство, к открытию своего там сорсинга-школы, к открытию своего кадрового агентства и чарти их стартапа, я думаю, что не просто прибило это. Что-то тебе, скорее всего, здесь нравится в той деятельности, которой ты занимаешься, собственно. В какой момент ты этим всем увлекся, что захотелось это все и передавать, преподавать? Я думаю, что в рекрутменте, что мне нравилось, это деньги. Потому что я сразу стал чувствовать, что вот я поработал, вот я получил комиссию. О, как здорово. Меня это очень мотивировало, у меня очень много азарта. Я вообще азартный, на самом деле, человек. И это, мне кажется, объясняет, на самом деле, и открытие кадрового агентства, да, потому что я азартный, мне хочется что-то делать. И финансовая мотивация у меня всегда была довольно высокая, что я пойду ради денег поработаю. И у нас уже было своего кадрового агентства с Олей Шаховой, а я все еще работал по выходным аниматорам, потому что, ну, простите, я за выходные нормально поднимал. Чего мне от этого отказываться? Это было, конечно, забавно, потому что я все время опасался, что придет кто-нибудь из наших заказчиков, кому я там рассказываю, что вот мы агентство, мы такие серьезные, и вот я выйду в обтягивающем трико. Что касается преподавания, мне кажется, я еще довольно прагматично на вещи смотрю. Во-первых, это помогает развитию бренда. В этом был интерес, безусловно. Это помогает делать продажи, не продавая. Я не люблю продавать, а тут ты пришел, что-то поговорил, оп, появились клиенты. Замечательно, замечательно. Ну да, для этого надо поговорить талантливо. Надо там как-то красиво все упаковать, надо что-нибудь еще по сути рассказать. Ну смотри, а здесь я бы хотела добавить, знаешь, такого контекста. Личный бренд, он же не просто так складывается, и тебя же не просто так слушают. Ты просто пришел, поговорил с нужными людьми, упаковал, это все красиво. Ты же много чего знаешь. И так преподавать простыми словами немногие могут. И почему-то создается у многих такое впечатление, что личный бренд создавать очень просто. И я бы хотела здесь передать на самом деле значимость тому, что мы не просто там говорим, мы не просто идем там коммуницируем и рассказываем, как это классно, как это хорошо, это действительно так. И через определенную свою боль и прагматичность, которую ты тоже здесь упомянул, и это на самом деле здорово, почему мы не можем с помощью своей экспертности продать и услуги агентства, закрыть качественно вакансии, через которые мы получим опасные деньги. Поэтому личный бренд — это не так-то просто, как, возможно, многим покажется. Вообще не просто. Если бы это было просто, вот, я не знаю, все люди, которые, назовем это, гневаются на блогеров, да, что вот они ничего не делают. Ну, а вы сделаете то же самое. И меня, конечно, могут критиковать за эту логику, потому что это как не рожало, мне писали такой комментарий, что это сродни вот этому, да, не рожало, молчи. Вот. Но нет, все-таки это немножко другое, на мой взгляд. Просто если бы так легко было строить личный бренд и быть блогером и прочее, у всех бы это было. Но почему-то это есть далеко не у всех. Потому что на самом деле это огромная работа. И да, кому-то она дается проще, а кому-то приходится заставлять себя вообще силами и клипать контент. А чтобы его еще и смотрели, это значит, надо, чтобы он был каким-то качественным. Желательно, чтобы еще и сделан более-менее симпатично, учитывая клиповое мышление, вот эта вот вся история. И обилие контента сделанного тоже неплохо. Вот. Ну, тут, если бы все было так легко. Я думаю, что здесь у людей складывается такое впечатление из-за того, что все преподносится очень легко. То есть в социальных сетях, в медийном пространстве, в выступлениях. Это очень часто преподносится суперлегко и просто. Вот делай раз, два, три, четыре. Вот тебе система, вот тебе шаблон. И, пожалуйста, иди. И, собственно, ощущение складывается того, что мы вот здесь упаковали очень простые какие-то вещи в систему, и все могут так делать. Но фактически мы же упаковываем свои знания через свои боли. Мы это делаем для себя прежде всего. А потом уже, понимая, что это важно, это нам помогает, даем всем остальным, нашим коллегам. Да, ну ты знаешь, во-первых, правда в том, что действительно, если хочешь что-то хорошо узнать, начни это преподавать. Честное слово. Потому что когда ты там из разных... То есть изначально, допустим, касательно преподавания, у меня разная мотивация была, да, я тебе обозначил эти вещи. Плюс это еще есть какое-то эго и стремление к публичности, которое там у меня есть. А преподавание это похоже, да, и выступление на конференциях и прочее. Это все какие-то и незакрытые актерские гештальты в частности, да. Все это есть. Вот и здесь я потерял мысль. Вот так вот может произойти с вами в каких-то публичных выступлениях. Можно было бы лить воду, но я лучше признаюсь честно. Я, знаешь, к чему хотела? Это вообще не было запланировано. Просто я недавно зашла в большой чатик и почитала о себе. То есть я ввела свое имя зачем-то. Мне это захотелось сделать. И я вдруг начала читать и натолкнулась на мысль людей о том, что там Езеля — это Блиновска в рекрутменте. Серьезно? Да. Я не помню уже, где именно это было, в каком контексте это было преподнесено. Но и меня это натолкнуло на мысль такую, что я преподношу, видимо, людям и даю ту информацию, которая самая легкая и самая... ну то есть как классно в рекрутменте. Потому что денег здесь действительно много, да. У тебя, собственно, тоже была такая мотивация создания своего агентства. Ты понимаешь, что ты качественно поработал, ты получил деньги, ты закрыл вакансию, и бонус довольно классный и приличный. Ты еще и с классными компаниями поработал, и с ними, возможно, естественно, мотивация есть в том, что ты... ну у меня, например, прикоснулся к айтишке. Вот. Но это тоже обратная сторона, значит, я не доношу, сколько сложностей есть в этой профессии. Да, у меня есть к этому вопрос, но если у тебя есть какая-то мысль... Нет, слушай, я сейчас больше еще скажу. Язеля — это блиновская в рекрутере. Зашибись, классно, что в рекрутменте есть блиновская. Тысяча извинений, блиновская... Я могу продать продукт блиновской, мне кажется, лучше блиновской. В том плане, что это не так плохо, когда человек взял кучу каких-то практик, объединил, и вот кому-то это помогает. Просто кто-то не дойдет до психотерапевта. Да, он дойдет до блиновской. Ну, конечно же, это не то же самое. Но лучше, чтобы человек сделал хоть что-то, и ему как-то стало лучше от этого. И это очень здорово, что есть тот, кто объединил разные подходы из разных подходов. Чуть-чуть, вот тут простенькое, тут простенькое, тут простенькое, объединил и сделал. И это классный продукт, поэтому он продается. Мы не берем сейчас вопросы налогообложения, которые поднимаются в контексте Клиновской, да, вот, поэтому здесь вот это вот скептическое отношение, ну, опять-таки, было бы так просто, все бы делали. С другой стороны, не то, что просто, но, говоря, это классная профессия, я люблю рекрутмент, я люблю айтишку, не с той точки зрения, что это супер, там, какие-то простые техники, да, но это классная работа, которая приносит тебе не только деньги, но еще и развивает тебя в других сферах. Это правда, да, тебе приходится развиваться вообще в кучу всего. Но мне просто кажется, что, может быть, проблема не в том, что ты не доносишь сложности, а проблема в том, что ты рассказываешь людям, опять-таки, доступно, излагаешь большое количество ценного материала. Кажется, что это легко, и такой вопрос не в том, что ты не донесла сложности, а в том, что люди посмотрели и такие, а, ну, это ж все так легко. Фигня. Сделайте, сделайте, ребят, сделайте. Прекрасно, потом можно будет обсудить, что из этого действительно легко, а что нелегко. Пособие Изили, сколько там страниц. Я каждый раз охреневаю, честно говоря. Сейчас второе издание выйдет, там будет в два раза больше. Ну, просто собрать все эти материалы, это, ай, легко, да. Ну, конечно, да, поэтому у нас так много материалов по эти рекрутменту, и книг, у нас много и пособий. Просто, просто зашибись, как много, да? Сколько? Две? Три? Ну, уже две на рынке с прошедшего года, в том числе одной из которых является твоя книга. Да, да. Ну, правда, почему у нас их две? Наверное, потому что все-таки, ну, ладно, там разные причины есть, но собрать этот опыт тоже непросто, и там, твое пособие, это вообще офигеть какая штука. Ну, конечно, людям... Минутка рекламы. Да, нормально. Мы сейчас сидим друг друга нахваливаем, а все слушают. Мне кажется, замечательно. Да. Ну, слушай, вот по поводу сложностей. У меня возник здесь вопрос по поводу агентства. Кадровое агентство – это вообще сложный бизнес? Конечно. Это вообще сумасшедший бизнес. Абсолютно неблагодарный, идиотский. В чем его самая главная сложность? Самая главная сложность в том, что ты вообще не знаешь, сколько ты заработаешь. Ты вообще никак не можешь прогнозировать свой доход. Ну, давай так. Так. Стандартная схема работы кадровых агентств, ты сама это знаешь не понаслышке, это процент за закрытие вакансии. Ты получаешь гонорар после того, как кандидат уже вышел на работу. Вот здесь вот на всем этом пути столько, такое количество, ну, не то, что неизвестных, но вот таких развилочек, где у тебя все может уйти в отказ и в отсутствие этого заработка. Огромное количество. Начиная от первого контакта с заказчиком по вакансии, где условно с селом пообщались хорошо, потом пришел рекрутер, что-то не получилось, все провалилось с самого начала. До финального выхода на работу, когда да-да-да, я уже еду, сейчас буду в офисе, вот все. И в итоге человек не приходит. Такие истории бывают. То есть, огромное количество усилий, времени и денег потрачено на то, чтобы заработать эти деньги, и в итоге они не зарабатываются. И если ты работаешь по этой схеме, у тебя нет никаких гарантий. И твоя единственная гарантия – это поток. Поток кандидатов, поток вакансий. Ты берешь объемом, потому что у тебя есть 20 вакансий, но две из них закроются, да, условно. Ну, своего рода такая воронка, которая существует в маркетинге, в продажах. В рекрусменте. Да, да, все то же самое. Вот. Другой вариант, если ты работаешь по предоплате или фиксированным ставкам, но рынок испорчен теми, кто работает за процент, и очень мало кто может позволить себе работать по фиксированным ставкам. Я знаю, наверное, одну такую компанию. И неудивительно, что они могут себе это позволить, потому что они фигачат и делают такое количество крутого, полезного, здоровского контента, который продает их экспертизу. И они могут себе позволить сказать «нет, спасибо». Но таких очень мало. А почему? Потому что делать этот контент очень сложно и очень дорого, опять-таки. И эта игра в долгую, потому что когда-то тебе потом все это выстрелит, принесет вот такую возможность. Но сначала тебе надо будет очень сильно постараться. Поэтому да, тут... У меня тоже большой вопрос к рынку. Кто придумал гарантию замены, когда создавался рынок кадровых агентств? Получается, ты сделал работу, ты сделал ее качественно. Ты не можешь повлиять на адаптацию, онбординг и другие процессы. Да, на что-то ты можешь повлиять, но на другие моменты нет. И через три месяца или в течение трех месяцев тебе говорят, что сейчас нужно сделать такую же работу, но бесплатно. И это тоже огромная сложность в бизнесе кадровых агентств, которую, возможно, можно поменять, но не быстро. Ну, с одной стороны, тебе скажут, ну, слушай, если у нас не случилось, значит, ты не до конца хорошо сделал работу, значит, надо заменять. С другой стороны, это тоже сильно зависит от действительных причин, по которым у вас не случилось что-то в рамках испытательного срока с кандидатом. Ему что-то не понравилось, и он психанул, и условно мы понимаем, что мы как-то неправильно оценили. Или, может быть, у вас, правда, нет никакой адаптации, вас директор всех херами кроет. Тут уж простите. Или мы просто не попали в потребность самого бизнеса. И нанимающий сам не понимает потребности бизнеса и наняли другого человека. Да, а мы сейчас должны решать проблемы, которые не решила компания сама внутри себя. Кстати говоря, вот агентство, оно может ли способствовать решению этой задачи? Какой именно задачи? Задачи понимания потребностей и, возможно, решения определенных болей. Опять же, мы понимаем рынок, мы работаем как кадровое агентство, как внешние рекрутеры. Мы понимаем очень многие процессы внутри разных компаний. И беря эту экспертизу, как внешнюю, так и работу с разными компаниями, мы можем уже давать экспертную оценку тех процессов, которые происходят внутри компании. И это своего рода консалтинг клиента. То есть, может ли способствовать такая консалтерская деятельность в кадровых агентствах, если мы ее начнем применять глубже, намного, чем это есть сейчас, к тому, что мы избежим всех тех сложностей, с которыми сталкиваются кадровые агентства? Мне кажется, да. Тут просто нужно понимать, что тогда есть риск того, что у тебя не будет этого клиента. А кадровые агентства всегда боятся потерять клиентов, потому что нужен поток тот самый. Мне очень нравится эта позиция, когда ты исходишь не из того, что, ой, это клиент, нам вот нужно денег. Когда ты приходишь, смотришь и говоришь, не, вот так вот мы не будем работать. Когда ты знаешь свои границы, в частности, как бы в бизнесе, да, потому что вот это ненормально. Вот фидбэк получать две недели ненормально. Мы не будем с вами работать и так далее. Ты можешь объяснить подробно, ты можешь рассказать, ты можешь показать, но также можешь и отказаться от этого, а не соглашаешься на такие вещи. Да, или когда заказчик просит, дает обратную связь о кандидатах по их инстаграму, например, признанному экстремистским или каким-то там еще. Вот, это что вообще такое? Это все реальные истории. И тут, мне кажется, важно просто немножечко отстаивать свои границы. Если ты рекрутер-фрилансер, значит, свои личные, профессиональные, если ты компания, свои профессиональные, ну, как бы в рамках компании. И говоришь, что нет, так не работает, мы не будем. И ты можешь образовывать, а можешь образовывать, в частности, отказами. Это тоже, в общем-то, фидбэк. Да? Нет, отказы — это не то, что мы не хотим помочь. Если мы отказываем и даем аргументацию, мы, естественно, преподносим это в том плане, что мы хотим, чтобы бизнес выиграл в конечном итоге. И он выиграет от того, что будет давать обратную связь в течение двух-трех дней, а не через две недели, когда уже там кандидат ушел. Это важно правильно доносить. Да, мы работаем так и так. Просто если все из вот этих вот больших материй опустить до реалии рекрутера, который сидит и общается, работает по нескольким вакансиям с разными компаниями, кому он будет хотеть закрыть? Тому, кто быстро отвечает. Да, и нет проблем. Или тому, кому надо еще сделать три поклона, написать 30 фоллоуапов и прочее. Ну, наверное, он будет хотеть закрыть вот этому. И, скорее всего, его усилия тоже будут распределены неравномерно. И результат, скорее всего, тоже будет. Ну, то есть мы отходим вообще от глобальных процессов и всего, спускаемся вниз, а там все то же самое. Человеку просто не хочется тратить время в холостую. Я сейчас вижу очень многие процессы, которые меняют рынок и агентства, и рекрутмента. Ну, не то чтобы прямо сильно меняют, но вижу определенную тенденцию, что сами компании начинают брать на либо там имплант рекрутеров, например, да, на определенный ее срок, потому что они таким образом нивелируют определенные риски на найм этого человека в команду. И, собственно, проект они сразу же усиливают. Либо усиливают команду, отдел внутри компании и, собственно, не пользуются услугами разных подрядчиков. И кажется, что вот в данной тенденции, если это действительно правда, и через некоторое время мы окажемся в этой ситуации, что все равно внешним рекрутерам придется быть на позиции рекрутер-бизнес-партнера, так скажем, который понимает бизнес и создает такое пространство, в котором партнерские отношения. И понимает как раз не с только его функциональной точки зрения, рекрутерской. Да, поднимается как раз на более высшие материи, на бизнесовые понимания. И может преподнести это так, что каждый из процессов окажется результативным и все от этого выиграют. Было бы здорово, если бы было так. Но я в этом плане немножечко пессимистичнее настроен, чем ты. Я просто немножечко разочаровавшийся. Ты дольше в рынке. Дело даже не в дольше, я немножечко разочаровавшийся. Потому что даже со своим переходом я все время думал, что ну вот я же сам уже не рекручу. Я вот обучаю какое-то время. А сейчас я вот еще режиссурой занимаюсь. И вот мои знания, они вот сейчас вот протухнут, думал я. Но другое дело, что я там, конечно, еще постоянно что-то придумываю, нахожу. Но это ладно, я все равно очень опасался. И думал, что вот два года и все. И никому это не нужно будет. И все это уже будут знать. Прошло два года. Никто не знает ничего, блин. Вообще. Ну, я, конечно, утрирую. Но правда, уровень средний невысокий. И тут ты понимаешь, что да нет, к сожалению, не изменится. И то же самое. Оно может быть изменится, но в какой-то очень далекой перспективе. Но всегда появится какая-то небольшая компания, которая захочет себе рекрутера за 20 тысяч рублей, там, фрилансера, чтобы он им пофрилансил и просто такой звонарь чего-то поделал. И будут этого рекрутера и в хвост, и в гриву по всяким идиотским требованиям, лунным календарям и всему прочему оценивать кандидатов по Инстаграму. И так как страна большая, такое всегда будет. И, к сожалению, мне кажется, что вот до такого роста еще далеко. Но было бы здорово, если бы в среднем по больнице действительно изменилось. И было бы здорово, если бы вектор был таким. Потому что повышение уровня экспертизы рекрутеров – это такая влажная фантазия моя. Очень хотелось бы. Важная, да, составляющая в целом подбора команды, командообразования. И сейчас я просто у всех вижу и слышу, это меня очень радует, что все занимаются командами. То есть они уже не занимаются, ну, как занимаются маркетингом, занимаются продажами, но, кажется, эта функция уже стала понятной. А сейчас больше людей, предпринимателей, основателей бизнеса, посмотрели в сторону команды, в сторону формирования, найма, качественного найма, адаптации, мотивации и всех процессов, которые связаны с человеческой составляющей внутри компании. И это на самом деле очень-очень здорово, это очень радует. Надеюсь, что так. Слушай, здесь как раз интересный вопрос. Как навыки рекрутера, да, как навыки основателя своего агентства кадрового тебе помогают в режиссуре? Как-то это, может быть, связано или совсем нет? Слушай, нет, помогает очень сильно, помогает. Вообще, если честно, я, может быть, не совсем в режиссуре, чуть больше, наверное, в продюсерских задачах, потому что чаще всего на своих проектах я, ну, там, не главный продюсер, но довольно сильно вовлечен, если это мои проекты. Если это не мои проекты, а я пришел куда-то работать, я там на сериале работал, например, могу сказать, что тоже очень сильно помогает, ну, в продюсерских особенно задачах. Потом вообще бизнесовый подход, ты так или иначе, особенно в IT-рекрутменте, ты с этим сталкиваешься, ты этому обучаешься. Там, так или иначе, ты столкнулся с agile, с каким-то гибкими методологиями, ты знаешь про итерации, ты знаешь про какие-то софты, которые могут быть полезны. Простите, пожалуйста, даже тупо облачные таблички Google Docs. Ты знаешь, что ты можешь там что-то делать, а, к сожалению, когда я работал на сериале, люди вообще не понимали, зачем им надо в почту всем отправлять файл в Excel, и каждый вечер мы все будем смотреть этот долбанный файл в Excel. То есть, вот уж где здорово было бы все это. Язык не поворачивается сказать автоматизировать, или как-то цифровизировать, диджитализировать. Господи, это всего лишь Google таблички, ну вы что? Ну да ладно. Конечно, есть эта компания, этот проект, может, мне просто не везло. Вот ты как раз два года назад, да, получается, снимал и выпустил свой короткометражный фильм собеседование, мы его оставим, чтобы посмотреть. Я все задумываюсь, отличается ли как-то найма в кино от найма в IT, как от нашего рекрутмента. Насколько я понимаю, ты все же собирал, да, команду для этого проекта. Да, конечно, конечно. Слушай, безусловно, опыт в рекрутменте, он очень сильно помогает. Он тебе помогает формировать команду, да, действительно. Он тебе помогает принимать какие-то решения. Но это, наверное, больше опыт в бизнесе. Например, что от кого-то в команде мы будем отказываться. Это не очень приятно, особенно за несколько недель до съемок, осознавать, что тебе нужно отказаться от важной творческой единицы. Но это нужно. И тут как бы хочешь, не хочешь, ты берешь и делаешь это. Либо ты жертвуешь проект. А потом рекрутерский подход помогает тебе в коммуникациях с актерами, например. Или в коммуникациях с музыкантами и в отмывании, так называемым авторских прав, когда тебе нужно легализовать музыку, которую ты используешь в фильме. Рекрутмент, маркетинг, продажи, все это. Везде есть воронка. И здесь то же самое. Ты знаешь, что есть воронка. И тебе нужно делать воронку. Если ты хочешь актеров, тебе нужно написать определенному количеству актеров. И просто каждый день ты делаешь воронку. Ты знаешь, что есть фоллоуапы, и их делать не страшно. Вне зависимости от масштаба звезды, с которой ты общаешься. Ты идешь и делаешь фоллоуапы. И в этом плане рекрутмент очень классно работает, потому что у нас даже была шутка в команде, потому что мы там тоже искали актеров, когда продюсерская команда, все там три человека ищут. Я сажусь, что-то делаю. И они говорят, да что за фигня получается, что нафига чем три дня ты приходишь, отвечают все равно тебе. Потому что я делаю эти фоллоуапы, потому что я не стесняюсь всего этого. Это абсолютно рекрутерская стандартная задача. Плюс ко всему в плане найма, конечно, отличается, зависит от того, кого ты нанимаешь. Если ты как режиссер формируешь команду проекта, творческую, то тут, наверное, больше похоже. Потому что ты смотришь на опыт, общаешься. Очень важно, чтобы вы мэчились. И тут действительно вот это видение, это то, что сложно оценить. Но важно, чтобы вы совпадали в видении. И важно, самое главное, вот это вот самый важный момент, какое бы ни было творчество, как бы там ни был талантлив человек, важно уметь общаться. И ты понимаешь, в рамках рекрутмента мы так или иначе знаем, что софты важны. В творческом проекте кажется, блин, но он зато такой творец. Да ни хрена подобного. Если он творец, и из-за него страдает вся команда, мне кажется, у меня не было, может быть, таких больших проектов, все-таки я там не Тарковский. Но в то же время, если от этого человека страдает команда, нет, это ненормально. И ты идешь, и надо делать эти переговоры, даже если человек психанул, хлопнул дверью только что. Такое тоже было, что в моей системе координат это невозможно. Мы пришли работать над проектом, что значит, я пришел, мне не понравилось, и хлопнул дверью. Это как? Это вообще что такое? У нас есть цель, у нас есть проект, надо реализовать, не нравится, сидим, обсуждаем. А там такое возможно. И ты понимаешь, насколько важны коммуникации, насколько важно с человеком общаться. А если мы говорим про актеров, если мы говорим не про медийных актеров... Про фоллоуап я очень хотела... Если ты можешь рассказать про ту историю, когда ты написал и продолжал писать, но все же этот человек тебе ответил. Я не буду, наверное, говорить, какая это... Какая это была звезда? Ну, просто схему того, что звездам тоже можно, собственно, писать. Это было по поводу музыки. Я тогда... Я думал, что вот все, мы сняли фильм, это самое сложное. Потом мы смонтировали монтаж, кстати, для меня прошел легко, покрас тоже прошел легко. И саунд, все как бы было неплохо. Я такой уже думал, что ну вот все, самое страшное пройдено. А самое страшное оказалось, это отмывать права на музыку. Потому что если ты хочешь использовать какую-то музыку, а ты со своим студенческим кино нафиг никому не нужен, и ты, конечно же, хочешь прийти и попросить ее бесплатно, ну или за какие-то минимальные деньги, то тут ты начинаешь попрошайничать, и вот это вот все. А все во многом зависит от твоего фильма, понравится он или нет. Потому что если понравится, тебе могут дать эту музыку бесплатно. И если не понравится, то тут уже, ну, друг. Ну, это же опять как вакансия. То есть для того, чтобы посмотреть фильм или делать так, чтобы кандидат посмотрел вакансию, нужно что-то для этого сделать. То есть нужно что-то рассказать, сделать те самые фоллоуапы, определенное количество времени, сделать через брейкап письмо, когда ты все равно оставляешь возможность вернуться к тебе. Это на самом деле очень здорово, что это везде работает, и важно не сдаваться. Безусловно. Ну, там история была очень простая, потому что я написал этим музыкантам, прочитали, не ответили. Я на следующий день написал еще раз. Мне сказали, да-да, посмотрим. Через день я написал еще раз. Да, вот мы общались через продюсера, что да, вот я отправлю ребятам. Ну, в общем, в итоге вся история затянулась почти на два месяца я писал каждые два дня на протяжении двух месяцев. Разные вариации фоллоуапов. Здрасте, а получилось, а может быть сейчас, понимаю, что заняты. Все еще надеюсь, что удалось посмотреть. И вот так вот ты делаешь, 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 потому что сначала тебе надо, чтобы твой фильм посмотрели. Прошел ты фильтр вот этого продюсера, менеджера, агента, чтобы он передал это непосредственно артистам. Дальше, чтобы они посмотрели, дали добро. А дальше тебе нужно поговорить об условиях. А дальше тебе нужно подписать бумажки. Все. И, конечно же, твой фильм, он, мягко говоря, вообще не входит в топ задач этого человека. Ему это вообще не нужно. Это нужно только тебе. И поэтому ты идешь и пишешь, и два месяца ты пишешь, но ничего, в итоге все, все песни, которые я хотела, я получил, кроме одной. Но там были наследники исполнителя в Германии, которые не идут ни на какие уступки и хотели много денег. Ну, слушай, кажется, режиссура по сравнению с рекрутментом, это как больше похоже на личную жизнь, где ты, тебе кажется, что все должно быть и так понятно, потому что вы двигаетесь в одну сторону всей своей команды, и вот эти вот закрытия дверей, да, и так далее, это похоже как раз не на бизнесовую какую-то часть, а на больше такую личную жизнь. И здесь хотелось бы такую провести параллель определенную, что и в режиссуре, и в личной жизни, и в рекрутменте, и вообще везде те самые переговоры, коммуникации, когда у вас есть определенная цель, и там, если вам это важно, и вам это нужно, поставить эту цель и понять, какими способами, да, какой там коммуникацией вы можете сейчас этого добиться. Или не понять, а просто действовать в экологичной коммуникации, сделать так, чтобы все участники этого проекта, этого бизнеса выигрывали. Неважно, опять же, в каком контексте мы про это говорим. Ну, конечно, да, коммуникации вообще решают на самом деле все. И это как вот в таких задачах организационных в рамках, ну, если мы про кино, да, в рамках кино, то и в рамках твоей работы с актерами тоже коммуникации очень сильно решают, что получится, что не получится. и у меня была прекрасная история про коммуникации, когда это был последний съемочный день, мы снимали на улице, это был март в Москве, но март в Москве. Зима. Да, в общем-то. Ну, нет, нам повезло, это уже как-то там даже снежок растаял, на удивление, на парковке, где мы снимали. Вот. Но все равно холодно, и машина старая, копейка, ты не можешь ее заводить во время съемок, потому что брак по звуку будет. Соответственно, актеры сидят в холодной машине. Там еще это был день, когда много актеров, и в частности известных. Просто у нас от холода перестает работать аудиотехника. У нас просто рекордер не работает и не записывается звук. Соответственно, ты ждешь. Вот у тебя уже распланированы съемки, какой-то процесс, а ничего не идет, потому что мы просто, просто не пишем. Раз, стоп, два, стоп, убежал звукорежиссер. Погреть в помещение. Не понимает никто, что происходит. Продюсер уже в прыжке-шпагате едет в соседний рентал арендовать новый рекордер и привезти его, пока мы чиним этот. Короткий солнечный день. Ты понимаешь, что сейчас мы ничего не снимем, не успеем, и вообще непонятно. А мы уже с утра там делаем, и с утра уже косяки, уже задержки, вот это вот все. И должен быть обед в Москве. Есть профсоюз со светителей. Светики не перерабатывают. Если ты задерживаешь обед, то ты доплачиваешь. И я встаю, значит, я понимаю, что вот у нас еще обед поплывет, вот это все, и непонятно, что делать. А мы еще это не сняли. А если я сейчас объявлю обед, то потом, как мы это снимем, тоже непонятно. И, в общем, вот в таком состоянии абсолютно непонятно. Я не понимаю, этот рекордер не работает, что делать. Актеры замерзли, и уже актеры начинают все бунтовать. И мне говорят, ну что такое, ну сколько можно, мы уже задолбались, мы уже здесь всем замерзли. Я должен принять какое-то решение. Я, честно говоря, в той ситуации просто уже абсолютно растерявшись. Вообще, я понимаю, что сейчас мы поплывем, но у меня нет другого выбора. Рекордер все равно не работает. Я сейчас объявлю обед, и этот час, и мы все равно попадем на время. Но что делать? В общем, я наклоняюсь в машину. Актерам говорю, я не выбирал тогда тактику. Я просто честно им сказал, слушайте, у нас вот это не работает, и у нас должен быть обед. Мы сейчас еще и на деньги встанем, но я не знаю, что с этим делать. Они говорят, ну как же, мы же тогда не снимем. Я говорю, честно, я не знаю, как мы выкрутимся. Я вообще не понимаю, что здесь, но нам кажется, что сейчас у нас будет обед, и вы вот зря здесь мерзли, мы ни одного кадра не сняли. В это время прибегает звукорежиссер, говорит, заработало. Я говорю, ну оно сколько заработало, что мы еще сделаем? То есть я уже в это не верю. И тут актеры, которые все это видят, они говорят, да ты что, давай попробуем, да мы померзнем, ничего страшного, давай сейчас мы поснимаем. И они все это вытаскивают. Потому что ты приходишь к ним и честно говоришь, ребят, капец, все, все сломалось, все плохо. И те, кто только что были в негативе, они сами вытаскивают, потому что они видят вот это человеческое. Они видят, что ты с ними нормально общаешься и не пытаешься скрыть что-то и как-то, я не знаю, как-то манипулировать или что-то такое. Поэтому коммуникации, капец, какая важная штука. Ну, слушай, здесь такая штука интересная, что ты не пришел, сказал, все плохо, ребят, капец, конец фильму и мы не снимаем. Ты пришел и сказал про свои чувства, что мы конкретно сделали. Ну, то есть факт, твои чувства, наша потребность. И получается, просто, да, не было упаковано вот этой вот просьбой, но пришел человек и сказал, что вот, пожалуйста, оно уже есть. И честно, честно признаться о своих чувствах. Да. Это очень похоже на фильмы про съемку фильмов. Я сейчас вот как раз искала фильма, который мне сильно напомнил твою историю. «Бавилон» в 22-м году как раз вышел с Маги Робби. Прекрасный, интересный просто фильм про режиссуру и оказывается, это правда. То есть, это не фильм. Да, там еще потрясающе сделано изобретение звука в кино показано вообще в этом фильме. Очень интересно. Да. Слушай, Егор, у тебя просто огромное количество разного опыта. Ты и в продажах состоялся, да, и открыл агентство, и аниматором побыл, и чарт тех стартап свой открыл. И сейчас, собственно, в режиссуре и совмещаешь это с сорсингом, да, с конференциями прекраснейшими, просто наиболее практическими, которые могут быть сейчас на рынке. У меня вопрос. В чем твоя суперсила, как ты считаешь? Что тебе позволяет там каждый день прийти к тому, где ты сейчас? Не знаю. Мне кажется, но есть какие-то ответы, которые у меня сразу, вот на поверхности, на первой осколке, что приходит. Это скука и какая-то нешуганность. Скука, то есть это определенный интерес, который есть в тебе, правильно? Мне становится скучно в какой-то момент, и я начинаю искать вот этот интерес. Любопытство. А что еще сделать? Да, какое-то любопытство. То есть это же все идет от скуки, потому что, ну вот сколько я могу делать, там, вот я сам рекрутил, рекрутил, сколько я могу делать, открою агентство, там, агентство, агентство, ну что, стартап, это обучение, обучение там идет, в режиссуру хочу, ну то есть вот это какие-то такие вещи, которые драйвят. И нешуганность, наверное, в том плане, что я как-то не боюсь пробовать, в смысле, конечно, я боюсь, ну знаю, что значит боюсь пробовать. Конечно, блин, я боюсь, боюсь, да, но это боишься и делаешь, такой, ну, пофиг, да, у нас даже в агентстве мы еще с Олей все время говорили, у нас был принцип, там приколимся, когда кто-то что-то сказал, что надо что-то такое сделать, там приколимся, соглашаемся, там, да, окей, как это делать, не знаю, в душе не представляю, разберемся. И вот это тоже помогает, хотя хотел немножечко вернуть тебе про Блиновскую и язеля Блиновская от рекрутмента. Прикол в том, что, да, вот это вот кто-то написал, тут важно другое, и ты просто сказал такой момент, что ты рассказываешь, и кажется, вот-вот сделал и все. И вот это самое важное, вот-вот сделал и все. А кто сделал? Никто, блин, не сделал. Сколько человек, которые прослушали твое обучение, твои видео посмотрели, пошли это и применили в жизни. Блин, очень маленький процент, потому что люди сидят, слушают, говорят, да, это все понятно, сделай, сделай это и посмотри, что будет. И это вот, потому что прослушать очень легко. Это как вот упражнение для фитнеса, сохраненное в инстаграме. Господи, сколько у меня этих упражнений, сколько из них я сделал? Одно, я стал по-другому делать одну тягу, а все остальные у меня просто лежат сохраненные. Да, вот то же самое, послушал, ну там все, да, все ясно. Очень важно делать, вот это то, что люди не делают. Прочитал книгу, сделал, применил, сразу интегрировал в практику. Да, ну ты в этом плане, конечно, вообще меня поражаешь, потому что я столько не читаю, ненавижу бизнес-литературу, терпеть не могу. Ты это все читаешь, ты еще как-то это и применяешь. Я, нет, нет. Ну, по крайней мере, стараюсь это применять. Я не представляю, как ты это читаешь, меня, меня выносит. Ну, сейчас я ее уже не читаю, меня уже тоже вынесло, сейчас я читаю художку «Американская трагедия». Вообще просто поражает, пока не дочитала, не знаю, но очень рекомендую, очень интересно, очень похоже на книгу, мою любимую Джек Лондон, Мартин Идден. Читал, да, но трагедию не читал. Она чем-то напоминает именно само начало, но, собственно, я пока еще не дочитала, поэтому посмотрим, чем закончится. Я, знаешь, что у тебя хотела спросить, такую заключительную часть, есть ли у тебя какая-то привычка, которая тебе помогает? Привычка, которая мне... Это как... Что это? Это вообще любая? Какая-то полезная привычка, которую ты вот внедрил в свою жизнь, либо там рутина определенная, которую ты выполняешь, и она тебя как-то, я не знаю, вводит в правильное либо состояние, либо вот ты занимаешься спортом сейчас. Я помню те времена, когда ты говорил, что нет, спорт это не я, это вообще... Как вы, люди, бегаете, занимаетесь спортом? Вот ты мне это говорил. И сейчас ты сделал такой результат. Это тоже результат. То есть ты почему-то к этому пришел. И вот какая полезная, я не знаю, привычка, мысль, действие, практика помогает тебе это делать каждый день? Сейчас у меня спорт это привычка уже. И это то, что меня стабилизирует. Я такой, где бы я ни оказался, особенно в свете всех переездов и прочего, релокаций, отпуска, я всегда смотрю, где зал, я такой, все, у меня вот зал по расписанию. Не важно, что пляж, значит, я днем, пока вот я пришел с пляжа, пошел в зал, потом опять на пляж. Не важно. На самом деле, это не привычка, это просто та стабильность, которая дает тебе опору. Да, вот она у меня такая, она может быть очень разная у всех своя. И я тоже к ней пришел сейчас, раньше у меня не было. Ну, наверное, это не привычка, но психотерапия, я почему-то вот пока думал над ответом на твой вопрос, потому что, наверное, психотерапия в том плане, что ты постоянно заземляешься, ты постоянно там рефлексируешь, смотришь, и это то, что помогает сформулировать для себя, а что есть моя опора, а что я могу найти, а так, что я сейчас чувствую, почему меня это расстраивает, прожить какие-то ситуации, почему я сейчас так отреагировал, а почему вот я сейчас сижу, не могу включиться в эту беседу, про что все это. И, наверное, для меня в этом плане психотерапия – это такая самая важная штука, потому что она как раз помогает выстроить все остальное и от чего-то отказаться, от чего-то не отказываться или принять решение отпустить, вот забить, кажется, забить – это не решение, а на самом деле это тоже может быть решением. Иногда ты такой, все, я принимаю решение, что я забил. Это не в стандартном понимании слова привычка, вот. Своего рода такая ментальная гигиена, вот мы чистим каждый день зубы, да, вот мы в календаре в свой страве все наши встречи, вот мы ходим в зал, а почему мы не занимаемся гигиеной, собственной менталки, психологического состояния, потому что это кажется, что это сверх важно как раз находить опору, каждый человек находит эту стабильную опору в себе самом через разные те же самые и привычки, и рутину, и действия, и практики, неважно. Самое главное, чтобы это работало до этого человека. Да. Да, да, и дальше там уже кто, что для себя нашел, тот с темой живет. Кажется, что на этой ноте можно прекраснейшее завершить, пожелать всем найти свою точку опора. И, да, Егор, огромное тебе спасибо за нашу беседу. Кажется, получилось очень полезно и ценно для каждого нашего слушателя. Я надеюсь, что было полезно, мне было очень приятно. Спасибо. И с нами был Егор Яценко, а мы с вами услышимся в следующих эпизодах нашего подкаста. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok